Девять посольств подтвердили готовность принять участие в параде памяти. Напомню, он состоится 7 ноября на площади Куйбышева. Вход для зрителей свободный. Помимо парадных расчетов и коллективов предприятий, впервые в мероприятии примут участие спортсмены. Подробную программу шествия узнала Мария Шпакова. Сейчас скажите, в какую сторону мы стоим? Первый, второй, третий. Если мы не через Красноармейск, значит мы в эту сторону должны стоять. Где стоять, откуда идти, куда передвигаться, объясняют по сути на пальцах. Обсуждение в величайших деталях. Это первая репетиция собрания парада памяти, который состоится 7 ноября. На площадь Куйбышева выйдут парадные расчеты в форме и с вооружением времен Великой Отечественной войны. Проедет колонна исторической техники. Портреты героев принесут участники Геройского полка, который возглавит народный артист Советского Союза Василий Семенович Лановой. В этом же строю впервые пройдут герои спорта, чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр. Мы надеемся на то, что это сплочение народа, это единение народа, всех возрастных групп, всех социальных групп. Позволит нам не только узнать, глубже узнать историю нашего города, нашей страны, но и почувствовать себя сопричастной к ней. В параде примут участие труженики тыла, воспитанники военных училищ, представители Дома дружбы народов. Впервые колонной пройдут самарские юнормейцы. В рамках вахты героев Самары приедут герои России. Помимо этого, запланирована демонстрация. В ней примут участие 25 тысяч человек. Своё присутствие подтвердили и 9 иностранных посольств, которые в ноябре 1941-го также наблюдали за парадом на площади Куйбышева. Наверное, уже за это надо сказать спасибо тем людям, которые шли по площади Куйбышева, что они своим видом, своим вниманием, своей работой, пролетом самолетов оказали такое мощное воздействие на страны, которые были негативно настроены по отношению к Советскому Союзу и на наших союзах. На площади будет работать фотовыставка и тематические площадки, посвященные 75-летию присвоению Куйбышева звания запасной столицы. Состоится концерт, будет работать выставка военной техники и полевая кухня. Мария Шпакова, Александр Ерофеев, Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин